ассаляму алейкум брат расскажи пожалуйста рамзан кафыров знал лично хаттаба да помилует его аллах и какой вес имел хаттаб и кафыров вы были сильнее или кафыровы были сильнее алейкум ассаляму араматуллах ассаляму алейкум томсо мне интересно брат когда кадыров говорит о своем героизме он вспоминает хоть чуть-чуть совесть мучает его что он предала во время войны свой народ и своих соотечественников в алейкум ассалям но по поводу того что его мучаешь он об этом думает вообще и постоянное ему приходится с возвращаться к этой теме это вещи понятны иначе бы ему не приходилось подтягивать этих хамбеевых там и прочих и пытаться доказать что они не предатели но по этому поводу есть новость в чечне в школьную программу включили учебник об ахмате кадырове нам сегодня сообщают различные новостные издания например лента ru пишут что в школу членской республики начали изучать книгу о первом президенте региона ахмате хаджи кадыры сообщается что учебное пособие названная путь озаренный светом вышла год назад а изучать школах ее начали с сентября 2021 года как рассказывать телеканал розный в книге рассказывается о жизни и деятельности кадырова на посту главы администрации республики его работа политические взгляды и достижения важная часть книги посвящена истории того как сбылась самая главная мечта ахмата хаджи кадырова оградить свой народ от бед и войн подчеркивает чхтрк книга включена в основную программу по изучению истории россии в девятом и одиннадцатом класса отмечается что инициатором создания книги стал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции мвд по чечне амруди и дилов мне кажется можно было бы просто эту новость выдавать где-нибудь на сатирическом сайте этого было бы достаточно что я хочу сказать кадыров цена и вообще людям по этому поводу все время пока мы были под советской оккупацией нам жестко внушали рассказывали о том что владимир ильич ленин это отец революции это отец всех народов это чуть ли божество какое-то он даже до сих пор лежит в этом мазале и реально этому человеку поклонялись как божеству у нас называли улицы его именем где-то целые города называли его именем у нас в чечне были памятники этому ленину в школах жестко промывали всем мозги по поводу ленина но как только рухнул советский союз у нас первым делом сразу все памятники снесли этому человеку и спросите сейчас кого-нибудь допустим из тех же девятых одиннадцатых классов молодежь просите о том кто такой ленин у них будут какие-то обобщенные данные об этом героем истории нашего народа разумеется он не остался а а есть другие примеры шейх мансур байзангур абрек зелим хан это люди о которых нам вообще ничего не рассказывали и нам запрещалось говорить про них запрещалось в них рассказывать ни в каких школьных программах вы кроме плохого о них ничего хорошего не услышали однако эти люди как только вот оккупационный режим у нас рухнул мы сразу назвали их именами площади и города улицы эти люди по сегодняшний день в памяти нашего народа они живут героями поэтому все то что они сейчас делают пытаются как и случае с лениным промыть мозги прошить вшить так сказать в умы нашей молодежи вот эту информацию что ахмат кадыров он типа герой это ведь все тщетно почему вы это не понимаете почему вы не анализируете просто историю назовите хоть хоть одну личность в истории которую удалось героизировать вот таким образом как вы это делаете чтобы школьные программы включались на какие-то книги про них и после этого народ их начинал чествовать я говорю про тех людей которые таковыми не являются героями не являются народ то знает своих героев и народ знает своих предателей вы вы ведь не сможете внушить это людям вы не сможете им внушить что этот человек является героем пока есть люди говорящие правду этой же молодежи пока есть те альтернативная информация правда которую они могут услышать что ахмат кадыров является предателем что он не смог пройти начатый им же путь что он сначала призывал на джихад против россии женщин и и всех подряд женщина призывал выходить на этот джихад не спрашивая у своих мужей был очень такой категоричный в этом вопросе дагестанцев призывал выходить это говорил что они обязаны вместе с чеченцами сегодня сражаться против россии называл их россиян вообще оскорблял их прямым текстом затем перешел на их сторону и стал же в рядах их политической силы стал бороться против нашего народа ради нашего государства и это пока есть такие люди кто будет будут это рассказывать вот этой молодежи 9 11 класс вы не сможете их прошить вы не сможете внушить им что этот человек герой все улицы и скверы парки бюсты и аэропорты ой реки моря я не знаю что вы только там их именно его именем не назовете чтобы вы не назвали как только закончится вот это ваша эпоха как только поменяется режим в россии уйдет путин уйдет этот путинский режим вы соответственно уйдете как только у нашего народа появится очередная возможность установить на нашей земле наше собственное государство вот эти вот все названия это все рухнет причем если в случае с ленина у нас как-то ну наверное более лояльные было отношение к ленину более равнодушно и так скажем потому что непосредственный какой-то допустим в нашей высылке отношения он не имел он уже тогда был мертв поэтому мы наверное как-то и не сильно заморачивались по поводу ленина какой-то вот отдельной ненависти к нему как сталина мы наверное не испытывали но к кадырову старшему то мы испытываем к нему-то у нас есть именно презрение гораздо большее презрение чем тому же сталина так как сталин это хоть это то враг хотя бы его как врага можно воспринимать там уважать вести с ним какую-то какие-то переговоры войну в конце концов с предателями так не поступают им есть только презрение с предателями с ними даже не враждуют ученство есть такая такое высказывание поговорка что враждала что нужно родственные отношения то есть поддерживать дружить нужно с достойными и враждовать тоже нужно с достойным поэтому с вами даже не враждуют и вот как только этот ваш режим рухнет все вот эти названия все что вы оставили там это свое наследие это все просто в один миг оттуда исчезнет и максимум каких-нибудь там ваши родственники может быть будут вас поминать добрым словом хотя вряд ли скорее всего я не должен будет стыдиться того что они ваши родственники такова на самом деле ваша участь и это не предсказание от меня а это анализ истории так было всегда и вас ожидает то же самое поэтому бесполезно зря вы стараетесь лучше бы вы вместо вот этой вот пропаганды навязывание культа личности лучше бы вы поменяли бы свое отношение к людям к народу просто перестали бы его терроризировать отпустили бы немножко вот эти вот затянутые вами ложи дали бы людям работать спокойно заниматься бизнесом спокойно исповедовать там любые свои религиозные взгляды не преследуйте за это и не следите за тем чем они занимаются там своих спальнях о чем они говорят в своих кухнях перестаньте вот этот вот террор над народом оставьте его перестаньте людей мучить и наказывать за то что наказывать сверх того что положено по вашему же даже закону российскому за то что они там не пристегнули ремни проехали на красный свет или еще что-то там сделали перестаньте мучить людей вот своими бесконечными кортежами перекрываниями дорог когда люди вынуждены стоять в пробках часами просто из-за того что едет кадыров едут его дети его жены куда-то они там передвигаются из этого перекрываются целые улицы разделяются города на две части не скорая помощь не пожарная машина не проедет человек куда-то спешит не может попасть пункт назначения вот эти вот вещи лучше пересмотрите а культ личности он все равно вас не пройдет просто если бы вы хотя бы к народу относились бы нормально к вам может быть было бы более такое терпимое отношение именно терпимое вас бы все равно не любили вы все равно не перестали бы быть предателями но к вам терпимее бы относились с точки зрения что но хотя бы можно жить хотя бы мы можем сегодня существовать на этой земле и вот с этой точки зрения к вам было бы какое-то терпимое отношение добейтесь хотя бы этого оставьте попытки четные попытки навязать нам культ ахмата кадырова чтобы требовать чего-то от правителей наверное сначала надо самим соответствовать этим требованиям разве не говорит всевышний что не меняет положение людей пока они сами не изменит себя надо чтобы требовать чего-то от правителей надо сначала иметь этих правителей надо иметь сначала свое государство там иметь своего правителя а потом уже говорить о том чтобы требовать с него или нет у нас пока ничего из этого нет у нас есть оккупированное государство И на этой территории есть администрация этих оккупантов. У нас пока нет правителя, чтобы с него требовать. Как только будет, тогда мы уже поговорим об этом. Можем ли мы с него требовать, или сами мы должны измениться. Давай оставим вот этот разговор как бы на следующий этап. На красный свет пусть проезжают, говорит. Не, ни в коем случае, патриот. Красный свет, это правило дорожного движения, нужно соблюдать. Но если кто-то нарушил это правило дорожного движения, его нужно наказывать в соответствии с КОАП. Этот кодекс административных правонарушений. Ты не можешь за то, что человек проехал на красный свет, его расстрелять. Это неправильно. У него нельзя забирать за это машину, изымать у него права, потребовать выкуп за автомобиль, оскорблять его. Этого всего делать нельзя. Пытать его в конце до концов. В КОАПе написано, проезд на красный свет. Какой там штраф? 500 рублей или сколько? 1000 рублей, 5000 рублей. Но выпиши ему этот штраф, пусть заплатит. Один раз заплатит, в следующий раз ему будет уже не так комфортно проезжать на красный свет. Мы ведь здесь тоже в Европе живем, мы тоже пользуемся автомобилями. Также бывают ситуации, когда ты что-то где-то нарушил, тебя останавливает полиция. Но у тебя здесь машину не забирают, тебя здесь не оскорбляют, дорожку не выставляют, по телевизору не показывают. Вот этого всего здесь не бывает. Тебя не пытают, не убивают в конце до концов. Просто полицейский тебе присылает штраф. Ему абсолютно плевать, он тебе не должен мораль читать, ничего подобного. Он просто присылает тебе штраф. Ты его заплатишь. Он, кстати, не маленький здесь, штрафы высокие. Ты один раз заплатишь, в следующий раз ты будешь уже внимательнее. Если в России считают, что слишком мягкое наказание, допустим, за проезд на красный свет или за непристегнутый ремень, надо увеличивать, значит, эти штрафы. И все, вопрос решен. Беспредельничать просто нельзя. Надо, чтобы все было по закону. Ассаламу алейкум, брат. Расскажи, пожалуйста, Рамзан Кафыров знал лично Хаттаба, да помилует его Аллах, и какой вес имел Хаттаб, и Кафыровы были сильнее, или Кафыровы были сильнее? Алейкум ассаламу арахматулах. Рамзан Кафыров лично Хаттаба, конечно же, не знал. Кто такой Рамзан Кафыров, чтобы знать Хаттаба? Вот его отец, он, да, конечно, он был знаком с Хаттабом, так как тот был у нас. Муфтием. А что касается веса, да какой вес? Я же вам показывал, чем он занимался при Ичкерии. Он танцевал и шел там следом за своим отцом. Ну и водителем там, конечно, подрабатывал. Это все, чем он занимался. Это я говорю сейчас про действующего вот этого Рамзана. Ну а его отец какое-то время давал у нас, будучи муфтием, за это к нему относились уважительно. Но как только этот человек совершил предательство, все отношение к нему, разумеется, моментально изменилось. Саляму алейкум. Вопрос. Кого ты любишь больше, нацию или уму? Просьба аргументировать свой ответ. То есть, как ты понял, что это так? И как, по-твоему, есть ли проблема у мусульман сегодня в этом вопросе? Алейкум ассалям. Я думаю, в этом вопросе проблемы у мусульман нет. Это как бы фитра, то, что дается нам по умолчанию. Это любовь к своему родственнику, затем тому, кто там дальше, твой родственник и так далее. Так устроен человек. Мы любим прежде всего своих родителей, когда мы рождаемся. Мы любим их больше, чем каких-нибудь своих дальних, допустим, родственников или мусульман из Бангладеша, например. Также мы любим своих детей, мы любим своих братьев, сестер. Мы любим двоюродных, троюродных, тетей, своих дядей и так далее. Мы любим своих друзей, своих соседей, тех, которые нам близки, с которыми мы знакомы, с которыми мы выросли, наших одноклассников. То есть человек устроен таким образом, что вот этот вопрос, он неправильно задан нацию или уму. Мы любим свою уму, но в нашей уме мы любим больше тех, кто нам ближе по родству, по знакомству. И мы меньше любим тех, кого мы, допустим, не знаем. И также в этой же теме бывает исключение. Мы можем любить какого-то отдельного человека. Мы можем его любить больше, допустим, чем нашего родственника, из-за его какого-то качества. Он хороший брат, например, в исламе, очень знающий, допустим, кого-то ученого мы можем любить больше. Или мы можем любить какого-нибудь нашего брата, при этом он, допустим, врач-хирург, который стал причиной спасения твоего родственника, твоей матери, отца. Когда сделал там операцию. Какие-то человеческие, в общем, такие моменты. Поэтому вопрос, я думаю, сам поставлен как-то неправильно. Нацию или уму. Ты мог бы также вопрос задать, ты кого любишь больше, уму или своих родителей. Они ведь тоже являются частью умы. Твой народ является частью этой умы. Поэтому все распределено вот таким образом. Того, кто тебе ближе, ты любишь больше, и того, кто дальше, ты любишь меньше. Но всех ты любишь однозначно. Уму ты любишь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok